Всем привет! Меня зовут Ари-га-чю, и вы на канале Ари-га-чю Варадо. Сегодняшнее видео у меня будет состоять из двух частей. Первое – это такой лолита-словарик, то есть термины, сленг, которые используются в лолитном сообществе, потому что я в нем борюсь уже очень много лет, и для меня эти слова не представляют никакой сложности, я их все прекрасно знаю, запомнила и использую. Но новичкам в стиле, может быть, непонятно, что и какие слова обозначают. А во второй части я вам расскажу про подстиле лолиты, и не просто информацию из интернета, а именно то, как описывают под стиле лолиты сами японцы вот в этой книжке под редакцией Мисака Ооки. А это у нас раньше была и посол Каваи, и вообще одна из главных лолит, она в лолита-стиле очень много лет, поэтому я думаю, что будет интересно знать, как именно японцы описывают под стиле лолиты. Если вам понравится, то, возможно, какие-нибудь еще разделы из этой книги я переведу, и мы с вами это обсудим. Но перед началом видео, конечно же, я хочу напомнить про свой телеграм-канал, в котором мы с вами обсуждаем новинки косметики, одежды азиатской, всякие новости из аниме и культуры азиатских стран. И, конечно же, там есть какие-то мои образы повседневные и другая информация. Так что вообще-то вам интересненько, подписывайтесь обязательно, мне будет приятно. А теперь, я думаю, начинаем. Как я уже говорила, у каждого комьюнити, субкультуры или просто какой-то группы по интересам обычно есть свой сленг. Это сокращение или какие-то даже специфичные термины, которые обозначают то или иное вещи, действия, ситуацию и так далее. И, конечно же, у стиля Лолиты есть такие слова и сокращения. Предлагаю вам начать с двух терминов. Это JSF или по-русски JSF и JFashion. Это JSF Japanese Street Fashion, это мы уже часто встречали в моих видео. И JFashion тоже Japanese Fashion, без стрит. И то и другое очень часто используется в разговоре. Также обычно мы не говорим сообщество Лолит, лолитное сообщество и так далее. Мы сокращаем до SO, то есть SO, Лолит и SO других стилей тоже вполне может быть. DRY SO, Лолитное SO и так далее. Бренд. Все логично. Это бренд лолитной одежды. Если же это касается японского бренда, то могут называть на японский майонер Burando. И после обозначения Burando мы переходим к сокращениям японских брендов, потому что в разговоре почти никто не называет их целиком. AP AP. Это Angelic Pitty, японский бренд одежды. Baby. Так сокращается бренд Baby The Stars Shine Bright. Также вы сможете иногда увидеть такую аббревиатуру. Это сестра или брат бренда Baby Alice and the Pirates. Они тоже иногда сокращаются до такой аббревиатуры. ИВ, инноцент, иннокентий. Да, и такое есть название. Это бренд Innocent World. Это бренд в стиле классической лолиты. Если вы видите три буквы N, то, скорее всего, подразумевается готический бренд Muame Muatie, который ассоциируется с манной из Дейтрока. Meta. Это японский бренд Metamorphose Temple of the Frills. Да, длинное название, поэтому мета называть его намного проще. Иногда просто называть метаморфоз. VM, VM, Victorian Maiden. Все просто по первым буквам. Это тоже такой классический бренд одежды японский. Но сейчас мы его редко видим на вторичном рынке и вообще. Поэтому две буквы M. Это уже бренд Mary Magdalene. И это уже не готическая лолита, а классическая. Роскошная классическая лолита. Один из толпов стиля. Особенно раньше. И также есть такой термин как Off Brand. Это когда вещь не лолитного бренда используется в лолитном образе. То есть вы подписываете, например, блуза от Baby. Платье AP, AP. Я, если честно, когда разговариваю, я говорю русскими буквами. Не говорю AP и так далее. Я говорю AP. Платье AP. Туфли of Brand. То есть туфли вы купили где-нибудь там, я знаю, в каком-нибудь магазине обычном или брендовом, но не лолитном. И пишите, что туфли of Brand. Хотя обычно, когда брендовое, хоть и не лолитное, бренд тоже подписывают, как Westwood и так далее. И от брендов переходим дальше к обозначению деталей наших образов. Core. То есть Coordination. Это калька с английского. То есть наша координация, наш образ. JSK. Сокращение от Jumper Skirt. То есть сарафан без рукавов. Я по-русски говорю просто JSK. Без всяких JSK, как и в дальнейшем. SK. Skirt. Просто юбка. OP. OP. One Piece. Это платье уже с рукавами. С короткими или с длинными. Неважно. Pet Seal. Это такая кофта типа блузы, но не блуза. Она обычно трикотажная. У нее могут быть пуговицы где-то вот досюда, но она до конца не расстегивается. Обычно так одним куском надевается. OTK. Или по-русски OTK. Но так на самом деле у нас, по-моему, никто не говорит обычно. Это сокращение от Over the Knee Socks. То есть гольф выше колена. Headdress. Это любой головной убор. На самом деле это слово можно использовать не только в ловите, но любой головной убор, будь то чипец, капор, берет и бант, вы все это можете называть headdress. Rocking Horse. Это модель обуви, придуманная брендом Vivienne Westwood на такой деревянной платформе. И эта модель часто повторяется другими брендами. Есть у японского бренда Bodyline и у Taobao брендов также присутствует. Очень популярная модель, особенно ранее. Но сейчас, мне кажется, у нее вторая волна пошла популярности. Tea Party. Это сочетание мы еще встретим в дальнейшем, но в данном разделе оно используется тоже, как модель обуви, придуманная брендом Angelic Pretty. Очень удобная и красивая на плоском ходу. В принципе, обычно называют как только либо данную модель, либо реплику на данную модель. Но кто-то называет все похожие по модели обуви Tea Party. Lace Monster. Это лолитное платье с огромным количеством кружева. Это может быть невероятно красиво или вам казаться перебором, но это Lace Monster. Вы можете использовать это сочетание как в позитивном ключе, так и в негативном. На самом деле, я использую его больше в позитивном. Я люблю лейс монстров, они мне очень нравятся. Dream Dress. Тоже с английского. Ваше платье мечты. Так обычно лейдеры описывают то, что они очень хотят купить, но по какой-либо из причин не могут сейчас этого сделать. Иногда они охотятся за Dream Dress'ом годами. У меня, например, тоже есть несколько Dream Dress'ов, которые я вообще не уверена, что когда-либо получу. Shirring. Это вшитые резинки. Они могут вшиты в юбку, в сарафан, в платье. То есть SK, JSK, OP и помогают вам менять размер платья. Его, то есть, увеличивать. То есть, эти резинки делают вещь чуть больше и большим фигурам могут подойти. У многих моделей JSK обычно есть Shirring и у юбок тоже. Но у старых моделей японских обычно его нет. Реплика. То есть, подделка. Так обычно называют 100% повторение какой-либо брендовой вещи. Это может быть либо китайское производство, либо вы, в принципе, можете сами сшить реплику, например, на однотонные вещи. Такие у нас делали в сообществе. И это не то, чтобы порицается, но это уже выбор каждого, как вам относиться к репликам, то есть, к подделкам. Main piece. То есть, основная вещь. Тоже все с английского. Обычно это имеется ввиду платья или юбка. То есть, основной элемент, на котором у вас будет строиться образ, от которого вы пляшете, выбирая все остальные аксессуары. Print. Тоже все просто. Это рисунок. То есть, обычно это имеется ввиду принт на вашей юбке или, может быть, на платье. В принципе, может быть, принт на гольфах. То есть, рисунок на каком-либо элементе одежды. Но обычно имеется ввиду именно развороты ваших юбок. Parasol. Тоже все просто. Это зонт. Bonnet или capor. Это головной убор, который вдохновлен викторианской эпохой. И не знаю, как его описать. Просто посмотрите. Это отличается от того, что вы наберете capor Wildberries и вам будут какие-то шапочки вот такие. А capor Vlalite это именно такой либо объемный, либо не очень, но такой стоящий немножко головной убор. Katsusha. По-японски это ободок. Ободок. И не важно, какой. Просто ободок. Ободок, а на нем большой бант или цветы. Это все будет считаться Katsusha. OTT. Over the top. То есть, когда чего-то больше, чем обычно. Это, в принципе, может быть любой образ в любом подстиле. Очень популярен OTT Sweet. Если честно говорю, OTT. Мне вообще без разницы. OTT Sweet. Когда очень много всяких аксессуаров. Или OTT Gothic тоже может быть, где у вас чрезмерное количество крестов, черных рюш, черепов и так далее. Release. Ну, тут тоже все просто. Это какой-то конкретный релиз. Бренд выпускает какую-то коллекцию. Выглядит релиз вот того-то. Релиз вот того-то. В принципе, я думаю, что этот термин не только в ладисе используется. И с этим проблем не будет. Немножко расскажу про цвет. Ivory. Это тоже все вполне логично. Бежевый. Такой молочно-бежевый. Что-то между белым и бежевым цветом. Sax. Это такой специфичный темно-синий цвет. Очень часто используется у ладитных японских брендов в своих коллекциях. Просто, если какой-то цвет вас смущает, название вы такое видели, то, скорее всего, это какой-то обычный цвет, просто немножко специфичного оттенка. GLB. GLB по-русски называю. Это сокращение от названия Gothic and Lolita Bible. Основной лолитный журнал. Kera. Это еще один J-Fashion журнал, в котором есть и лолита, и другие стили. Сейчас эти журналы уже не издаются, поэтому много новых стилей, которые появились сейчас или немножко ранее, там не представлено. Канон. Это правила. У стиля лолита есть свои правила и каноны. Например, как закрытые руки, подъюбник пышный, чтобы силуэт сохранялся. Обязательно какой-либо хедресс, головной убор, прикрытые колени и так далее. Конечно, каноны можно нарушать, но часть из них нужно выполнять, чтобы стиль лолита вообще читался в вашем образе. Если вы совсем ничего из этого не выполните, просто не называйте это лолитой и все в порядке. Вы можете нарушать каноны полностью, просто не называйте это лолитой и никаких вопросов не будет. Mi. Тоже от английского. Это встреча. То есть, Loli Mi. Лолита Mi. Это когда лолиты собираются и вместе идут в кафе погулять и так далее. Ti-пати. Уже не обувь, уже именно чайная вечеринка. По-японски, кстати, она звучит как отякай, то есть чай и встреча. Тоже очень здорово. И это имеется в виду такое же более официальное мероприятие. Обычно его создают какие-то, организуют какие-либо бренды или какая-то группа людей. Продают билеты заранее, заказывают помещение, еду, какие-то конкурсы устраивают и так далее. Это уже такое более официальное мероприятие, куда уже стоит принарядиться. Лаки-пак или по-японски фокубокара. Это такой слепой мешочек, где вы либо совсем не знаете, что в комплекте, либо бренд вам сразу показывает, что в нем будет лежать, и вы это покупаете. Обычно можно выбрать либо размер, либо количество вещей. Иногда вы знаете, что там лежит, иногда это он полностью слепой. Вы знаете, что там будет каких-то два платья, две блузы. Но какие именно принты, какие именно релизы, вы не знаете. Японские бренды часто их раньше делали под Новый год. И в Эйм Сент-Ворд я покупала у них лаки-пак на Хэллоуин. Обычно это вот несколько вещей. И, конечно же, из-за того, что это все идет комплектом, или вообще вы не знаете, что будет, оно стоит дешевле, чем все это покупать по отдельности. Это достаточно выгодно, если вы не привередливы в каком-то либо конкретном релизе. Релизе, если вам просто пополнить гардероб, и вы вот этот бренд я люблю, готовы от них носить все, что угодно. Но, конечно же, всегда есть подвох. Многие бренды туда просто скидывают то, что им нужно побыстрее продать. Но иногда, конечно, можно получить шедевры, и какие-то специальные релизы и принты именно для лаки-паков. Но иногда, например, у бодилайна, там сколько-то, 20 рукавов просто в лаки-паке пришло, и никакой нормальной вещи не было. Но это, конечно же, исключение из правил. Цивилы. Так обычно люди, увлеченные японской модой, называют людей не в стиле. То есть есть Лолита, есть там Дзирай, а есть Цивил, который просто ходит в кэжуале. Или, например, сегодня я в Лолите, а завтра я уже иду как Цивил. То есть в джинсах и в толстопке, например. Ита. От японского Итай больно. То есть у нас есть Итабеги, которые со значками, и это тоже Итай больно. А Лолита Ита это та, кто одета не по канонам и чей образ не гармоничен. Сейчас этот термин тоже уже потихоньку вымер, но иногда все-таки используется. Бролита. Это парень, одетый именно в Лолиту, то есть в женскую одежду. Там с головным, с хедрессом, с платьем, с сумочкой, с куплями, с гольфами и так далее. Это Бролита. А теперь мы приступаем ко второй части видео, в которой я вам процитирую то, как описывают под стиле Лолиты. В Японии эту книгу я покупала на Gothic and Lolita Festival. Тут есть, вот смотрите, автограф Мисако и то, что это Виктория. То есть это мне. Очень приятно. Если честно, забыла, что она у меня есть. И что она куплена не на CD Japan, а я ее покупала. И ручку мне жали, и книжку подписывали. Это очень приятно. Поэтому сейчас мы посмотрим на японский взгляд на подстиле Лолиты. Свит Лолита или, как ее в Японии называют иногда, Амарори. Этот подстиль в основном использует пастельные тона, такие как розовый и нежно-голубой. Подчеркивает милую и девичью атмосферу. Свит Лолита описывается как чистая и английская. Полная противоположность к литическому подстилю. Поэтому не существует точного определения и рамок, что такое свит Лолита. В настоящее время в этом подстиле используются различные оригинальные принты, такие как сладости и животные. Популярны такие рисунки, как печенье, шоколад, ягоды, мягкие игрушки и так далее. У многих платьев и юбок в свит подстиле большое количество кружева. Также популярны романтичные образы белых и розовых цветов с широкими рукавами-колокольчиками. И блузы с большим количеством лент и большими круглыми воротниками. Носки и колготки обычно с тем же самым принтом, что и на мейнписи. В прическе можно использовать разноцветные парики, которые украшаются огромным количеством лент, бантиков и заколок. Важно обратить внимание на пышный и плотный подъюбник, чтобы принт на платье было хорошо видно. Сумки могут быть в форме чего угодно, но особенно популярны в виде конфет, шоколада и мягких игрушек. И еще одна особенность подстиля свит, это то, что именно в этом подстиле очень часто бывают квинтеты, и на троих, и на четверых, когда используются платья одного и того же релиза, но в разных цветах. Классическая ловита. Это элегантный и спокойный подстиль, который вдохновлен дамами рококо и викторианской эпохой. Считается, что весь стиль ловита вдохновлен теми временами, но этот пассив с особенно сильным европейским классическим вкусом. Сохраняя девичий характер стиля, он обладает зрелым, несколько ностальгическим ощущением. Цвета спокойные, коричневый, бордо, а также приглушенные тона, такие как слегка дымчатый розовый и зеленый. В основном узоры это цветы, розы, похожие на те, что встречаются на обоях, и даже диванах. С 2017 года также стали делать платья с тканью, на которых напечатаны картины. В некоторых моделях используются принтованные габелены и жаккардовая ткань. Обобщая все вышесказанное, то когда мы слышим классическая лолита, то думаем о более зрелой и викторианской моде по сравнению со светлой лолитой. На мейнписи меньше кружева, могут встречаться более узкие и длинные юбки. Кроме того, очень популярны тюрнуры, придающие объем задней части юбки. Главный ключ к созданию образа классической лолиты это создать европейскую атмосферу. Дымчатые, слегка тусклые цвета придают спокойствие. Блузу стоит выбирать со стойкой воротником, она сделает образ более серьезным. В качестве головного убора рекомендуется чипсы и украшения с цветами, а сумки выбирать в форме книги или скрипки. Такие аксессуары создадут неповторимый образ. Панк лолита, или же как в Японии называют иногда, рорипан. Это подстиль с ярким повседневным настроением, включающим в себя элементы панка. На первый взгляд может показаться, что принцессная и девичья лолита совершенно не в ладах с панк-культурой. Но это совершенно не так. Стиль лолита находится под сильнейшим влиянием Вивиен Вествуд, еще с самого образования стиля. Подробнее про историю панк-культуры в Японии и отдельно про Вивиен Вествуд, вы можете посмотреть в моем видео про моду в аниме и манге «Нана». Ядзава Ай очень большая фанатка Вивиен Вествуд, поэтому там все очень подробно разобрано. Поэтому у Лолиты и Вествуд, у Лолиты и панка неразрывная связь. В образах используются вещи, которые носят в панк-стиле, такие как цепи, заклепки, булавки и другие металлические детали. Юбки могут быть плистерованные, а не такие пышные, как в других подстилях. Длина юбки может быть тоже короче привычной, а также асимметричной. Конечно же, характерны яркие узоры в клетку, такие цвета, как черный, фиолетовый, красный и шокирующий яркий розовый. Обычно стиль Лолита сложно сочетать с не лолитными вещами, не от лолитных брендов. Но в панк-лолите все совершенно не так. Панк-лолиту вы можете легко сочетать с футболками и грубыми ботинками, кожаными куртками и толстовками. Часто на голове носят береты, чтобы немного уравновесить дерзкий образ. В этой книге как под стиль под стиля панк-лолита идет стимпанк-лолита. То есть не отдельным тематическим стилем, а как под стиль панк-лолиты. Видимо, они-то стимпанк, значит, все-таки это к панк-стилю относится. Я не знаю, насколько это правда, я все-таки не историк моды, но поэтому я вам сейчас чуть-чуть и скажу про стимпанк-лолиту. Стимпанк – это жанр научной фантастики, который вдохновлен технологиями и фантастика 19 века. В стимпанк-лолите используются такие мотивы, как паровозы, автомобили, шестеренки. К образам часто добавляются цилиндры и очки-гоглы. Готическая лолита, или сокращенно госсорори. Наконец-то мы пришли к столпу и чуть ли не к тому, с чего вообще началась лолита. Почему в книге она идет четвертой после панка, немножко непонятно, но теперь давайте поговорим про готическую лолиту. Существует различные теории о появлении термина готическая лолита. Считается, что термин появился в середине 90-х годов и продвигался в Индии магазинами одежды. Под влиянием музыки, поклоняющейся дьяволу, так написано в книге, я ничего не перевираю. Это так написано, я не придумала это сама. Таких групп, например, как Black Sabbath, они указаны отдельно. Готическая эстетика, выражающая уникальный стиль, была перевезена в Японию. И там она объединилась с модой лолиты. Также говорят, что на стиль повлиял бум в Visual K-групп, который также случился в 90-х в Японии. По форме это обычный лолитный силуэт, пышный, но в готичных темных цветах. Кто-то предпочитает нежные цвета, кто-то панк, а готические лолиты предпочитают загадочную мрачную атмосферу. И, например, вампиру. То есть, даже если черный не является основным цветом в образе, любой лолитонаряд, включающий в себя элементы готического стиля, можно считать готической лолитой. Влияние готики на лолитную моду очень велико. Поэтому я хочу заметить, что главный журнал лолитный Gothic and Lolita Bible называется не готик лолита байбл, а готика и лолитная мода. То есть, там в книге присутствуют не чисто лолиты, могут быть и просто фактические образы. Их эстетика настолько подходит к японской моде, что она стоит немножко отдельно. Чаще всего образы составляют с основным черным цветом и бордовыми белыми акцентами. В этом подстиле часто используются мини-шляпки, шляпки с вуалью и так далее. И, конечно же, не забывайте про аксессуары в форме крестов, черепов и черных роз. А также мрачный темный макияж только дополнит образ. Дэйли лолита или, как называют ее в Японии, софт лолита. Многим девушкам хочется всегда надеть что-нибудь миленькое. Но бывают такие преграды, как учеба или работа. В таких случаях вы можете изменить каноны лолиты и наслаждаться стилем каждый день. В основном это сочетание JSK или OP с каким-либо кардиганом. А подъюбник можно заменить на непышный, нижнюю юбку или же вовсе отказаться от него. На ногах могут быть короткие носочки или сандалии. Или можно сделать образ еще более повседневным с помощью однотонных колготок. Выбирайте аксессуары, которые просто вам нравятся и украсят ваш наряд. А в софт-лолите легко следовать трендам, которые задает обычная мировая мода. Поэтому вы можете легко сочетать лолитные вещи с совершенно обычными цивильными вещами. На этом подстиле в книге заканчиваются, но они не заканчиваются вообще. Далее я вам кратко расскажу о еще отдельных таких небольших подстилях тематических, которые вы можете встретить и в интернете, и в виде таких платья и так далее. Широ и Куро лолиты Здесь все просто. Широй по-японски белый, то есть это образ полностью в белом цвете. Неважно из каких вещей лолитных, просто должно быть все белое. И Курой это по-японски черный, тут противоположность у вас должно быть все черного цвета. Тантре лолита, то есть английского деревня, стиль вдохновен фермами и такой деревенской жизнью. Может выглядеть как нечто среднее между свит и классической лолитой. Принты на пластьях это ягоды, фрукты, цветы. Также популярна клетка и гингамчек. Используются соломенные аксессуары, такие как шляпки или корзинки, сумки. Вспомните Элли Дороти из волшебника страны Оз изумрудного города, или же например Энн из зеленых холмов. Это примерно такой же вайп, только в лолитном стиле с лолитным силуэтом или соблюдением канонов. Сейлор Лолита Это морская тематика, одежда красного, синего или белого цвета. Обязательно матроска или матросский воротник. Узоры в виде якорей часто встречаются на пуговицах. На голове обычно береты, без козырки или бантики под цвет образов. Кстати также в Сейлор Лолите очень популярны полосатые гольфы. Химе Лолита Это принцесса Лолита Что-то среднее между классической и свит Лолитой но почти всегда это OTT образы. Большое внимание уделяется объемной прическе. Образы обычно белого или розового цвета. Как хедрессы часто можно увидеть диадемы короны и так далее. Элитар Лолита Стилизация военной или полицейской униформы. Достаточно строгие модели темных цветов. Иногда даже обувь и головные уборы в виде фуражек и пилоток. Ва Лолита Это Лолита с элементами традиционной японской одежды таких как кимоно. Ци Лолита Это уже подстиль с элементами традиционной одежды но уже китайской Ци Пао Если же образ основан на ханьфу то подстиль иногда называют и хань Лолита так как сейчас Китай активно создает вещи в стиле Пиратка Пайрат Лолита Это подстиль популяризованный брендом Alice and the Pirates У этого подстиля обычно морские принты например в виде карты и используются такие привычные для пиратов аксессуары как повязка на глаз треуголка мини-мячи и сумки в виде сундуков Монахиня Лолита Одежда стилизована под монашеские одеяния белые воротники похожие головные уборы и кресты на шее Медсестра Лолита Тут уже идет стилизация униформ медсестер особенно викторианской эпохи и в целом образы вдохновлены больничной тематикой Эра Лолита Один из самых спорных подстилей Подстиль с легким флером эротизма В основном выглядит как средневековое нижнее белье Корсет панталоны чулки и так далее Обычно используется для тематических фотосессий фестивалей но конечно же не для повседневных образов Буруа Лолита Подстиль основанный на ужасах Повязки на глазах Искусственная кровь и нарисованные синяки Также это может быть образ сломанной куклы Ксессуары обычно относятся к медицинской тематике Кресты Шприцы и так далее Также еще европейское сообщество говорит о таких поселиях как Кибер Лолита то есть добавление киберпанка или например Мори Лолита Нейчерал Лолита смесь стиля Мори с Лолитой Но это если честно для меня такое совсем что-то редкое Я бы это даже не относила как отдельные подстили потому что бренды обычно в таком не выпускают релизы Также западное сообщество добавило как подстиль хиджаб Лолиту то есть это покрытые девушки которые вписывают свой хиджаб в лолитные образы по цвету по дизайну и так далее Тоже очень красиво смотрится Деко Лолита то есть Лолита Примерно то же самое что у OTT Лолита чрезмерное количество украшений с головы до пяток все украшено различными аксессуарами Часть Лолит также отделяет как подстиль биттерсвит Лолиту Это платье с милым свитпринтом но в черном темном цвете То есть это тот же самый свит но в другой гамме К Хэллоуину почти все японские бренды выпускают релизы которые можно называть биттерсвит Олдскул Лолита внезапно мега популярная сейчас Таким термином называют образы которые были в самом начале развития стиля где-то до 2012 года когда печать на ткани не была распространена и все носили однотонные вещи достаточно простого кроя юбка может быть чуть короче обычного а самый канонный головной убор для Олдскул Лолиты это прямоугольный чайпец на завязках париков тогда особо не носили все делали прически из своих волос макияж тоже был достаточно прост вся обувь была на высокой платформе широко распространены были рокинг хорсы и гольфы с хлопковым кружевом часть лолитой может только та у которой образ состоит только из старых вещей того времени то есть в 2012 году 2010 а все что позднее хоть и выглядит как Олдскул уже не true EGL и EGA подсили и термины которые были введены брендом Муаме Муатье EGL это более лаконичная и зрелая готическая лолита EGA такой же лаконичный и зрелый но мужской образ подробнее про это у меня рассказано видео про Ману и его историю и бренд Муаме Муатье Inspired Лолита тоже чисто западный термин это когда вы создаете образы вдохновленные каким-либо персонажем из фильма сериала книги или музыкальной группы и так далее это тоже в основном такая фестивальная или для фотосета история в обычной жизни так вряд ли кто-то оденется и то что появилось совсем на днях возможно оно даже и не станет под стилем но это спорт спортивная лолита по-японски они называют это джерси лолита буквально месяц назад первая коллекция вышла от бренда Hoseback Works это выглядит как сочетание спортивных вещей и лолитного силуэта лично мне это очень понравилось но в целом сочище пока еще очень спорно относятся к данному релизу и мы не знаем все-таки получит оно популярность или будет единичным выпуском и не разобьется дальше и теперь два термина про мужские подстили почему я беру их в кавычки потому что их могут носить как и мужчины так и девушки просто образы не с юбками а с брюками штанами и так далее и обычно с короткими волосами одзи переводить японского означает принц простить зародился как мужской аналог лолиты в конце 90-х начале нулевых вдохновен также британской викторианской модой обычно одзи носят шорты короткие длинные фами тыковок или нет совершенно любые рубашки с кружевом и жилетки на ногах могут быть колготки или гольфы и обувь более подходящая под мужской стиль одежды девушки чаще всего надевают парики и одыгрывают данцел если вы еще не знаете что такое данцел то вам это видео ужас сколько сегодня сносок получается но да все начинает потихоньку связываться все переплетено так же как в лолите образы обычно вы навешивают головными уборами шляпками цилиндрами козырьками какими-то коронами и так далее и так же как в стиле лолита одзи тоже мог длиться на подстиле можно сделать розовый свит одзи или черный готический одзи стимпанк одзи так же если вы копались в старых архивах то можете сделать такое слово для обозначения мужской моды как кодана но на самом деле этот термин в Японии вообще почти не используется поэтому про него благополучно забыли и сейчас используют только одзи примерно означает одно и то же на самом деле тоже мальчишескую одежду на этом наконец-то подстиле заканчиваются и можно завершать это видео большое спасибо что посмотрели до конца не забывайте подписываться на этот канал поставить видео лайк и подписаться на мой телеграм-канал большое вам спасибо за просмотр всем пока